Радуйтесь, православные! 18 августа на площадке русской конописной школы мы с вами поговорим о преподобном Иове Ущельском. Он был иноком Соловецкого монастыря и 10 ноября 1608 года был посвящен в Сан-Иеромонаха новгородским митрополитам Исидору. В 1614 году отправился в Мезинский край, где при впадении в реку Мезинь рек Езек и Вашка поставил часовню в честь Рождества Христова. Сначала это было настолько бедное место, что даже те иноки, которые, желая пустынного жития, приходили и просили взять их в ученики, они были вынуждены останавливаться в избах тех, кто там уже жил. Там даже землянку было нельзя выкопать и не было вообще ничего. После пожалования царем Михаилом Федоровичем земли с рыбными ловлями преподобный устроил церковь и братские кельи. То есть, когда уже смог получать доход с этой земли, которую и употреблял на обустройство обители. 5 августа 1628 года, когда вся братья была на Синокосе, на монастырь напали разбойники. Ну и, разумеется, разбойники полагали, что церковь – это собрание ценностей. Тоже оцените иронию и оцените момент. Как и сейчас, здесь такое мнение, что священнику сразу после рукоположения выдают большой живот, двухэтажный особняк и огромный автомобиль размерами и стоимостью с однокомнатной квартирой. И что наверняка, если там священник хорошо потрясти, из него что-нибудь выпадет. Ну и вот то же самое, что если монастырь, то значит сокровищница. Как можно объяснить вот этот вот ход мысли, решительно непонятно. Но, тем не менее, вот эти разбойники нападают, хватают преподобного Иова, начинают его пытать. Он говорит, ну нет у нас ценностей, у нас все братья работают тяжело. И вот они сейчас на Синокосе. Ну вот что, вот Сено вы хотите? Ну сходите, братья поделятся сеном с вами. А в монастыре нету ценностей. Ну и после пыток они отрубили преподобному Иову голову и ушли. И когда тоже вот представьте, что чувствовали братья. Вот они после тяжелого дня на сельских тяжелых работах возвращаются и находят собственного брата с отрубленной головой. Да еще и со следами пыток. Вот тоже к вопросу о подвиге. Не только битва с духами злобы поднебесной ждала средневековых монашествующих, которые обживали глухие земли, где даже у рек не всегда были названия. Но еще вот страдали и от местных. И, в общем, похоронили преподобного Иова и вернулись опять к возведению обители. А потом вдруг обратили внимание, что многочисленные чудеса совершаются на могилке преподобного. Первую икону его написали в 1658 году. Житие в 1660. Причем, заметьте, вот он в 1608 году был посвящен священный сам. И вот он был обезглавлен. И уже в 1658 году уже есть его икона. И в 1660 житие. Потом над местом упокоения возводится часовня. Ну и постепенно почитание его разрастается. И 3 ноября 1739 года мощи преподобного Иова были освидетельствованы архиепископом в Арсенофии. И им же благословлено было петь молебны святому. Ну и как слушателям русской иконописной школы вам, я думаю, будет интересно услышать, как его надо писать. Вдруг вот вы решите написать икону этого преподобного. Подобием над сет борода Аки Александра Свирского. Ризы преподобнические. В схеме в руках свиток. А в нем написано. Не убойтесь от убивающих тела. Души же не могущих убить. Ну то есть вот воистину икону надо уметь прочитать. Что если бы мы не знали обстоятельств его жизни и кончины, то было бы непонятно, почему он держит именно это. Но теперь-то вы об этом знаете и понимаете, почему в свитке у преподобного в схеме написано именно это. Ну и борода Аки Александра Свирского тоже такая укорененность традиции, что называется и так понятно. Вот если я скажу борода, как у Максима Грека, то иконописцы, я думаю, сразу уже на внутреннем зрении выведут вот ту знаменитую бороду, которая такая, по листу сказать, одна в православной иконописи. А на сегодня все. Завтра мы с вами поговорим о великом празднике Преображения Господня. Надеюсь, с картинками. Попрошу пристегнуть команду файл. И мы с вами поговорим немножко и о символике иконы. Тут я заступлю несколько на смежную область. Ну, надеюсь, будет интересно. Ну, а перед этим вы, конечно же, кто не подписался, подпишитесь, поставьте лайк, нажмите на колокольчик. И до следующего раза. До завтра. Храни вас Господь.